Первый день тренировок. Сразу вчера прилетели, сегодня начинаем тренировку. Первый день, конечно, немножко тяжко. Бегать. После перелета особенно. Вторая наша пробежка. Второго дня пребывания здесь. Решили побежать именно по песку. Сейчас мы боролись несколько минут, может быть минут 5-7, но руки не поднимаются, не дышат, как ком в груди стоит. Минимум надо приезжать за две недели, чтобы хотя бы первые пять дней, ну 3-4 дня акклиматизироваться. Вот уже почти неделю Акоп и Сергей тренируются в Штатах. Здесь, в Лос-Анджелесе, проходит заключительный этап подготовки к предстоящему бою. Подготовка дается непросто, но победа в поединке нужна как воздух. Из трех боев, проведенных в Штатах, в двух Акоп проиграл. И еще один проигрыш грозит увольнением из белоток. Сегодня Акоп провел тренировку в зале «Бразилиан ТОП Тим». Специально для русских гостей тренер клуба пригласил к себе бойцов UFC. Мы пробороли некоторые позиции по вставанию из партера. Очень мощные бойцы. Что скажешь? Скажу, что даже в таком состоянии, как у меня есть, я ни в чем не уступал. Просто сказывалось, что уже конец недели. Немножко небольшой физический спад такой. Но акклиматизация оказалась не единственной проблемой, с которой они столкнулись в Штатах. Акоп не смог с первого раза войти в лимит своей весовой категории. До 66 килограммов. Реалии современных боев таковы, что бойцы гоняют по 6-10 кило. По-другому в высшей лиге ММА никак. Гоняет Акоп. Гоняет 7 кило. А что делать? Акоп сейчас бегал в сдуночном специальном костюме, который находится под этой одеждой. Специально плотная непродуваемая ткань, в которой как в парилке. То есть, когда бегаешь и двигаешься, происходит как салма внутренняя такая. Если ты выйдешь в клетку со своим обычным весом, соперник может быть тяжелее тебя почти на 10 кило. А это очень серьезный аргумент в его пользу. Боец должен не только войти в вес, но и правильно восстановиться. Так что никакого расслабона, ни до взвешивания, ни после. Акоп сейчас будут ставить аминокислотную витаминизированную капельницу. После сгонки веса как раз восстанавливает силы. Все бойцы UFC пользуются такими вещами после сгонки. Хотя после взвешивания немного покайфовать иногда получается. Что тут скажешь? Иногда для счастья не так уж и много. У тебя такой блаженый вид, если ты знал. Ты реально блаженый такой. Там алкоголя может влили чуть-чуть. Там антидепрессант какой-то положительный. Изначально у Сергея были другие планы. Но пришлось начать тренировку со спарринга. К нему в зал пришел чемпион мира по грэплингу со стойким желанием заставить Сергея сдаться. Пока не получается, при том, что в куртке Сергей уже давно не боролся. Возможно громкие титулы решают не всегда и не все. Я, честно говоря, напрягался очень сильно. Потому что были уже не раз случаи, когда слухи посекались. И неприятно, когда ученики знают про тренера, что его там просто кто хочет борет. Это не значит, что я не могу. На тренировке вообще это нормально, когда человек проигрывает, неважно кто он. Но многие понимают это и не будут рассказывать об этом. Сделали они там один, два, десять болевых. Ну что, пускай, это тренировка. Но кому-то это важно очень сказать. Поэтому лучше не проигрывать. Да, ученикам нужно показывать только правильный пример. Тренирует Сергей уже более десяти лет. Почти каждый день он приходит в борцовский зал, чтобы помочь своим ученикам осуществить их мечту. Стать чемпионами. Сейчас смешанный с продолжением в партере совсем. На этом ковре тренируются борцы разного уровня. Виктор Чернецкий, которого чаще называют просто «рыжий», дошел до финала проекта «СПВ Файтерс». Имран Хабиров сейчас готовится к своему первому профессиональному бою. Ждет дебют и Диму Невинного по кличке «Малыш». Скоро ему предстоит провести свой первый международный бой. Можете поменять соперника и разнообразие. Самым же титулованным учеником Сергея является Акоп Степанян, мастер спорта по боксу и тейквондо. Но, что удивительно, сам Акоп изначально не планировал карьеру бойца. Изначально не было цели выступать по боям или по боевому самбо. После того, как я пытался создать карьеру боксерскую в Москве, переехал в Питер. И мой брат двоюродный как раз ходил к Сергею Никитину. Просто посоветовал мне тоже к нему походить. Он мне понравился как тренер, как человек. Чувствовалась такая атмосфера поддержки. Насчет поддержки – это не пустые слова. Карьеру в ММА Акоп начал с трех поражений подряд. Перестроиться с ударки на смешанный стиль было непросто. Но Сергей был на 100% уверен в возможностях своего ученика. Он верил в него тогда, когда в успех Акопа не верила даже его семья. Мне очень сложно выходить на бой с мыслью о том, что надо тебе это или не надо. Это из-за того, что дома, да, там бывают такие моменты. Выходишь, а кому это только мне надо? Ну ничего, родители. Есть перспективы, которые, например, Серега видит во мне, вы можете не видеть их. Но вопреки всему, сейчас рекорд Акопа состоит из 13 побед при всего 5 поражениях. И не забывайте о действующем контракте с Беллатором. Именно в этой престижной лиге он должен провести свой следующий бой против нокаутера Сашбулата Шамхалаева. Причем никакой вариант, кроме победы, Акопа не устраивает. И поэтому они с тренером хотят преподнести сопернику небольшой сюрприз. В стойке будем просто поддерживать скорость, лапы, ударки. А в борьбе можно пару фишек отработать каких-нибудь, чтобы он тоже ударник. Можно, если в партере оказаться, чтобы что-нибудь неожиданное для него придумать. Тогда, если мы говорим про партер, то тогда сейчас поработаем в партере над некоторыми элементами. Сейчас я посмотрю. Парни, 6 минут осталось. Сейчас тогда, сейчас время закончится, тогда начнем тогда с тобой. Я не знаю, а с Кера возьмешь? А с Кера, да. Ну все. Изначально Акоп ударник, причем ударник очень хороший, что отмечают все специалисты. Он отлично чувствует дистанцию, хорошо работает как руками, так и ногами. А вот с партером не все так однозначно. Поэтому именно на нем и решил сконцентрироваться тренером. Отжимай ногами еще, ногами, ногами и спиной. Спина, нога и руки. Спина, спина, спина. Ногами прямо отжимай голову. Да, 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 вот, 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 вот. Одновременно, одномоментно. Одномоментно. Хорошо, хорошо. Пошло, пошло, пошло. Дергай, дергай чуть-чуть, дергай. Поддергай, вот. Дергай, дергай, дергай. Это очень хорошо. Дергай, 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 дергай. Отлично, отлично. Давай, 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 отлично. Отжимай. Стоп, 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 хорошо. Стоп, стоп, хорошо. Стоп! Время! На другую руку сели! Этот же номер на другую руку! Давай на другую руку, Харбари! Для Рыжего бой в Штатах пока только мечта, хотя он уже сделал немало. Недавно он смог выйти в клетку на одном из самых престижных бойцовских шоу России «Файт Найтс». В его рамках проходил финальный бой проекта «СПБ Файтерс». Но этот бой Виктор проиграл чемпиону России по грэпплингу Олегу Багову. Причем проиграл обидно, удушающим на первой минуте. Да, соперник был хорош, но желание доказать, что то поражение было случайным, не оставляет Рыжего ни на секунду. Я хочу себе, прежде всего, исправить эти ошибки и доказать себе, что я исправил эти ошибки. Я могу лучше показать бой и лучше себя вести в ринге. Вот это самое главное все. Ну раз хочешь, значит делай. Судьба всегда дает нам второй шанс. Главное быть готовым им воспользоваться. Молодой российский промоушен ID MMA как раз приступил к организации гран-при в категории до 77 килограммов. И у Виктора появилась возможность вновь выйти на ринг. Сейчас только что перед тренировкой встречался с ребятами, там промоушен у них свой. По поводу тебя договорился, то есть они тебя хотят в восьмерку поставить. Как ты готов? Я готов и очень рад такому шансу. Витя приехал из Якутии специально сюда тренироваться. Такой непростой путь у него, потому что он выживает здесь в наших условиях, можно сказать, снимает себе комнату. Пытается зарабатывать деньги, пытается еще тренироваться, находить время. То есть это достойный уважения путь. Очень сложный путь. И здесь важно сказать, что спорт дает нам не только победу. Он окружает нас правильными людьми. Я под вечеринку ставлю. Глядя на эту пару, трудно поверить, что они не замечали друг друга целых три года. Крутились в одной компании, но не общались. И однажды Ира случайно увидела в сети один из боев Рыжего, как раз на проекте SPB Fighters, и написала ему. Мы начали с ним общаться просто как друзья. Я ему сказала, что я в августе собираюсь тоже в Санкт-Петербург приехать в отпуск просто на месяц. Он говорит, ну здорово, давай, может быть, встретимся. И Ира действительно уехала к Вите в Петербург и полностью поддерживает его в занятиях в Баяне. Я очень рада, что он занимается спортом. Когда он даже не хочет идти на тренировки, я говорю, нет, Витя, надо, надо, иди на тренировку. По тебе же это потом лучше будет. Нет, ну бывают, конечно, такие моменты апатии, но Ира мне не дает расслабиться, отдохнуть, да. Ну все, время романтики закончилось. До боя окопа остались считанные минуты. Сначала трепирование, затем разминка. И все как всегда, четко и без лишней суеты. Хотя повод для волнения все-таки есть. Незадолго до боя окопу заменили соперника. Вместо Шамхалаева в клетку против него выйдет американец Джастин Уилкос, выигравший 12 из 17 боев и имеющий титул чемпиона штатов по бодибилдингу. Но эта замена не должна повлиять на настрой окопа. Ведь позади месяцы тренировок, многочасовая работа в любимом борцовском зале, изнурительные сборы на Украине, оттачивание техники с лучшими штатовскими бойцами. И окоп не сочковал нигде. Он отработал все по полной программе. Все, что можно было сделать, сделано. Теперь пора смело в бой. Но в начале второго раунда секундная ошибка, допущенная окопом, свела на нет всю проделанную работу. Что произошло? Ведь буквально несколько дней назад он четко прорабатывал эту ситуацию на тренировках. Причем не раз и не два. Скажи, что даже в таком состоянии, как он у меня есть, я ни в чем не уступал. Да, подумать и окопу, и его тренеру есть над чем. Хотя важно ли это сейчас? Ведь это уже третий проигрыш окопа в лиге, а значит, о карьере в Беллатор скорее всего придется забыть. Тяжелую атмосферу немного разряжает Володя Матюшенко, вернувшийся в трейлер после своего боя. Нос в крови, под глазами фингал, палец сломан, но поединок выигран. А травмы – это мелочи. Разве это может помешать сфотографироваться с друзьями из России? Сергей немного нервничает. Рейс из Штатов задержали, и он не успевает на бой к своему ученику. Он старается чем-то помочь. Дает указания секундантам по телефону. Ты ему кричи, чтобы он лоу-кик не кидал, ё-моё. Под лоу-кик он уже борец, они все входят под лоу-кик. Блин, надо руками его держать, двоечками и на отходе. Хорошо, когда поднимут, скажи, чтобы он работал на отходе. Но судя по всему, от этого сейчас мало толку. Бой у Виктора явно не клеится. В последние недели Рыжий тренировался самостоятельно. Сергей был в Штатах вместе с Акопом. Сейчас ему явно не хватает поддержки тренера в углу. И бой, о котором он так мечтал, идет не по тому сценарию, на которую он рассчитывал. Отходит, не нападает сам, на отходе пускай работает. Ну, кричи все равно, давай. Все, я уже здесь. Ага. Вот и тренер. Но можно ли еще что-то исправить? Похоже, что нет. Виктор Чернецкий проигрывает единогласным решением свой первый бой в восьмерке. В чем же причина этого поражения? Ведь для полноценной подготовки были созданы все условия. Блин, что-то я не пойму, ты сдол почему-то. Бывает, когда это, когда перегорел, напрямую связано тоже. Сам ты что думаешь? Плохо готовился. Блин. Очень плохо. С кем? С кем ты сейчас готовился? С Балем? Ни с кем не веду. Балем не мог. Крему в зал ходить на воде, не будет здесь. Да, судьба всегда готова дать тебе второй шанс. Но это совсем не означает, что за ним последует третий. Ну а что же о коп? Чем закончилась его история покорения Америки? Спасибо моему тренеру, и перед ним тоже извиняюсь за то, что мы столько тренировались, готовились, и вышло не так, как нужно. Так есть ли хоть один шанс, что о коп сможет остаться в Беллатор? Ведь на завоевание Америки было потрачено столько сил. О коп фантастический боец, от него исходит энергетика боя. Что же касается этого поединка, то для всех очевидно, что о коп доминировал в схватке. В один момент расслабился, это бывает. Он талантлив, здорово бьется в стойке, над партером нужно бы поработать, поэтому... Ну увидим, я думаю, что поговорю о нем с другими директорами, мы обсудим дальнейшие перспективы о копах в Беллатор. После проведенных переговоров промоушен Беллатор принял решение дать возможность о копу Степаняну провести еще один бой. Он назначен на 2 ноября. А это значит, что о коп должен старательно сделать всю работу над ошибками и выйти в клетку совершенно другим бойцом. Всем добрый день. Мы хотим сделать видеообращение для тех, кто следит за боями окопа. Он сделал непростительную ошибку и застыл в опасной неправильной позиции, которую он не должен был совершать. И сейчас мы приняли решение остаться в Америке для того, чтобы выступать на всевозможных турнирах по джиу-джитсу здесь. И он научится благодаря этой борьбе, выступлениям, соревнованиям, мыслить как борец. И это ему позволит дальше хорошо, комфортно себя чувствовать в бою смешанного направления в любой позиции.